здравствуйте товарищи как я рад что мы снова вместе хотя и не рядом но тем не менее говорим о хорошей музыки я вас благодарю за то что вы ставите лайки за то что вы материально поддерживаете канал за то что пишите комментарии комментарии мне читать очень интересно я повторял это много раз повторю и еще действительно это мне нравится я иногда даже сам что-то пишу ну и продолжаем говорить мы с вами вместе я здесь а вот там в комментариях о хорошей музыки кто-то заметил узнаем пластинку ту-ту на задовеса но они в следующий раз сейчас у меня пластинка названием amandla последний альбом который вышел при жизни майлса дэвиса в 1989 году следующий альбом который он уже начал писать да но и записал частично успел он вышел уже после смерти а это то что успел дэвис подержать в руках и он сказал кстати говоря подержав руках пластинку послушав и на своем проигрыватель дома наверное да сказал что если у меня был один-единственный альбом я бы взял песню ту-ту поставил бы ее в начало сюда и это было бы то что я вот к чему я пришел сказал мальс дэвис ну другое дело что фразы музыкантов мнение музыкантов они меняются также как и у всех остальных людей но что сказано то сказано пулю не воровей что называется да уже не поймаешь тем более что дэвис уже ничего другого и не скажет но пластинка действительно очень хорошая в том смысле что она опять-таки кто-то из критиков сказал что это самый традиционный альбом мальса дэвиса тоже сложно сказать правда ли это про разумная ли это оценка что значит традиционный у дэвиса очень много традиционных альбомов назвать его лучшим альбомом тоже язык не ворачивается потому что ну что значит лучший альбом альбом мальдс и дэвис в его огромной дискографии столько лучших альбомов там один кайдов блю скажет что это лучший альбом другой скажет что бич из блю третий скажет не сарей на сайт уэй четвертый скажет мая смайлс там и так далее так далее так далее но в этой пластинке в ней как бы наверное можно сказать да что в ней сошлось очень много из того что делал что придумывал что сочинял что изобретал майлс дэвис здесь все это сошлось плюс вкус плюс как-то вот все очистилась расчистилась и все стало слышно а теперь тоже сказал ерунду потому что тот же кайна в блю послушать там там не то что все слышно там слышно гораздо больше чем сыграли даже музыканты там слышим космос слышно дыхание высших сил не буду углубляться но здесь вот эта традиция да если говорить о традиции традиция традиции но здесь и электроника и синтезаторы и сэмплеры электрические барабаны и и программирование и все 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 что то мы слышим современной музыки сейчас да и кстати говоря звук здесь потрясающие и он абсолютно современен даже сейчас если вот слушать пластинку она звучит просто вот как будто записано вчера очень здорово огромное количество синтетических звуков но при этом огромное количество еще и живых звуков и живых барабанов живой перкуссии баса фортепиано ну понятно что духовые саксофон труба да все присутствует кларнет на котором играет маркус миллер кстати говоря здесь бас кларнет очень интересный вот такой симбиоз вот этого синтетического звучания с живыми инструментами ничто ничего не передавливает ничто не перевешивает все в балансе и все чисто расчищено хотя очень много звуков по и звуков таких неожиданных таких необычных если взять джилли песню буду говорить песню так проще предпоследняя на второй стороне джилли там такое изобилие просто такое такой калейдоскоп звук так и квакает что-то звенит колокольчики бубенчики перкуссия такая перкуссия сякая я не говорю уже о синтезаторах а басе марка миллера маркуса миллера на котором он там чудеса творит а саксофоне о трубе дэвиса и все это раздельно электронные барабаны опять же там и живые барабаны там все это вместе и так вот это все расставлено по местам так такая палитра такая живописная картина что при все это в ритме еще я забыл сказать что это вообще хип-хоп почти почти с оттенком хип-хопа скажем так музыка да и это все в ритме в темпе в драйве в груве рифы дэвиса которые рифы миллера который он играет на бас-гитаре и он является основным композитором кстати говоря этого альбома вот дэвис уже аранжировал и свои сделал красоты навел сюда свою трубу и так 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 много вот это вот гурманство настоящее вот эта песня джили это просто гурманство наслаждение звуками невероятно кайфово все музыкантов очень много здесь играет на этом альбоме покажу еще раз великого вот вот эта пластиночка джордж дюк играет и написал одну из песен по назовению кобра вторая на первой стороне такая шагающая шагающий хочется сказать экскаватор потому что очень тяжелые барабаны так шагает но вероятно это кобра имелось ввиду я не знаю что имел ввиду автор но очень интересно так вот если все таки я хочу вернуться к ко второй стороне сама по себе песня амандла вторая на второй стороне это посвящение гилу эвансу прекрасному композитору музыканту исполнителю аранжировщику продюсеру и другу милси дэвиса с которым они записали несколько очень хороших пластинок которых я говорил кстати есть в роликах и это одна из двух таких вещей которые можно назвать очень близкими к традиционному джазу амандла очень сложная очень много аккордов в ней здесь дэвис как будто вспоминает действительно все то что он играл с гилл эвансом все то что он играл до гилл эванса начиная от бибопа там и дальше 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 и свои модальные подходы но все очень точечно очень такими вкраплениями идет а пьеса несмотря на то что сложная с большим количеством аккордов она вот в силу этой точечности в силу того что дэвис не вываливает все что он знает все что он может до сюда а очень так корректно все сделано она настолько красивая хорошая джазовая пьеса которая вдруг переходит в фанковую часть в жесткую подключается гитара подключается ритмический такой рифовый бас ударные все начинает дышать двигаться и ты забываешь что началось то все с пятидесятых сороковых годов с джаза да но в современном звучании в современном осмыслении конечно очень красивая штука и еще одна чистая уже джазовая вещь который называется мистер пасториус абсолютно акустическая в отличие от всего остального материала посвящение жаку пасториусу понятно который умер если мне понять не изменяет в восемьдесят восьмом году или восемьдесят седьмом лирическая не меланхоличная а светлая грустная но с нотками оптимизма вещь открытая труба дэвиса без сурдины широким звуком поет поет прощальную песню жака пасториусу очень красиво и играют всего три музыканта здесь сел фостер играет на ударных маркус миллер понятно на на бас-гитаре и клавишных которые тоже там всплывают электронные и маздэвис понятное дело что на трубе очень красивая вещь все остальное же это такой хорошем смысле слова же скач но же скач разреженный четкий не заваливается звуками ухо все слышно все разнесено и опять таки вот этот симбиоз электрических барабанов с живы с живыми барабанами с живой перкуссией и с живыми духовыми инструментами и огромным количеством синтезаторов конечно все очень интересным никто почему-то я нигде не читал отзывов критических а первые вещи котембра котемба котемба да называется она вот она сразу как-то так втаскивает в этот альбом можно даже испугаться подумать что мы сейчас будет один сплошной хип-хоп хотя как бы и не хип-хоп мощнейшие барабаны перкуссия пошли рифовый бас полет трубы дэвиса потом сменяет этот полет саксофонное соло и все это в африке то есть пошла африка сразу с первых тактов прямо вот африканский такой риф мы видим сразу танцующих господ из африканских племен полуодетых которые в кругу или в линию выстроившись танцуют свой бешеный танец и вот эта пьеса она так прямо подтягивает подтягивает туда туда в солнечные дали африканские а в конце вообще появляется выплывает хор еще какой-то откуда не возьмись на фоне бешеного вот этого грува и все и вот это черная африка так прямо наваливается так но при этом все без перекосов так называемый world music то есть никакого ничего нарочитого нет все очень естественно очень доступно и близко европейскому уху вот я могу сказать никакого вот этого экзотического эстетства спи вот мы ездили там все записали вот эти вот африканские мелодии которые никому не понятно вот мы вставили засемплировали и слушаем и никто ничего не понимает что там что там куда там улетают ноты нет здесь все абсолютно понятно ну про кобру я уже говорил до пьеса джорджа дюка шагающая тяжелая очень интересный big time композиция следующая где прорывается электрическая гитара с коротким но бешеным вполне соло очень интересно это слово сменяется потом соло маркуса миллера на бас-гитаре своей удивительный донелли сыграет здесь на гитаре ганнибал последняя вещь на первой стороне вот она меня цепанула тоже как-то так серьезно такое джазовая с учетом электричества всего джазово-электрическое начало который больше напоминает стиле дэн ну конечно в прочтении группы мэлса дэвиса но по форме такой какой-то вот как-то вспомнился стиле дэн и думаешь так тут так сейчас и будет кайфово кайфово и вдруг кайфовость не исчезает а наоборот усиливается возводится в степень потому что пьеса наполняется такой мощью таким я извини из выражения мясом вырастает и превращается в какое-то грандиозное звучание невероятного африкана европейского оркестра который поднимает поднимает физически просто так раз вот ты слушал стиле дэна потом вдруг тебя накачали воздухом и ты так взлетаешь еще и раздуваешься так при этом вот то вот такая пьеса ганнибал да не дарма так называется да просто слушатель превращается в ганнибала вот так придумано так сыграно так аранжировано не невероятно совершенно джо-джо первая вещь на второй стороне понеслась 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 и несется до самого конца очень здорово ну кто-то скажет что ой дэвис вообще это ерунда это шарлатанство это какой-то хип-хоп какой-то да какой-то там рэп без рэпа да можно сказать без без чтения но это современная музыка это блестящий образец я не знаю какая-то современного джаза или несовременного джаза а мазать вообще последние годы своей жизни вообще на мой взгляд джаза не играл никакого он играл уже абсолютно свою музыку которой нет определения это не джаз не рок не хип-хоп там не не соната не знаю ничего это абсолютно своя музыка поэтому вот так вот я и могу охарактеризовать эту пластинку что это очень хорошая музыка мэлси дэвиса и очень современная очень всем рекомендую а мангала 1989 год ну а я пошел пить естественно как всегда все пока